Место, конечно, тяжелое. Континент, ЦГЯ, двое столовок. То есть мы говорим о едоустроенном месте. Нас же интересует столовая по-домашнему на Ленина 90. Все то же, как и на вокзальной 110. Но чем мы привлекаем клиентов? Где-то рядышком я вижу несколько столовок. Несколько столовок, несколько катышек. Потому что есть центральная городская яма с своими катышками. Есть замечательный Sky Cinema, у него рестораны. Есть у нас городская администрация, у него хорошая столовая. Рядышком столовая в Сбербанке. Как мы будем здесь работать? То есть давайте зайдем в столовую по-домашнему. Она располагается прямо здесь, вот за моей спиной. И вот мы определимся, чем мы вас будем кормить. И по сути, зайдя вовнутрь, и вот вам результат. Сесть по сути некуда. Потому что... А давайте про рестораны пройдемся. Ну, пункт номер один. Почему я туда не хожу? Да это дорого. То есть смысл переплат в 300-500% это для кого? И не буду даже делать. Здесь всем хватает. Цены как дома. А по времени в разы меньше, чем вы потратите. Естественно, качество. Скажите, пожалуйста, насколько здесь вкусно? Часто вы плываете здесь? Второй раз. Ну, по цене это нормально? Да, вкусно. Просто возникает вопрос. Тут взглядышко много-много-много-много разных столовых. Мы говорим о цене вопроса и соотношении цена-качество. Как здесь? Хорошо все. Нормально так-то. Пока нормально, да? Насколько часто вы здесь в гостях? Ну, на первый раз, да? Сегодня первый раз. Это же центр города практически? Да. В центре города много-много-много разных ресторанов, да? Ну да, много где можно поесть. Тут есть еще открытый рынок, да? Там много-много кафешек, да? Да. А можно еще дешевле попрутаться, покушать в городской администрации? Да. Ну, здесь цены как бы это удивили. Цены удивили. А качество? Вкусно очень. Вы часто здесь в гости? Второй раз. Второй раз, да? Насколько вкусно? Ну, достаточно нормально тут, в принципе. Я раз уж второй раз я пришла, значит, неплохо. Значит, ну, вы где-то здесь рядышком уже работаете? Работаем здесь недалеко. Не в банке ли? Нет, не в банке. Но все равно хорошо, да? Потому что я задаю вопрос. Я так же готовлю дома кушать. Я даже винегрет готовлю 4 часа. Это круто. А здесь быстро и вкусно. И, по-моему, так же дешево. Да, очень... И цены тут очень приемлемые, я хочу сказать. В прошлый раз, ну, обошлось недорого, поэтому и рядышком, и недорого. Извините, качества такого просто так не бывает. И пароварки, и холодильники. Словом, вот сюда бы я пресловутую козявку с че. Подивилась бы. Теперь вопрос. Почему мы без пиццы и суши выиграли Вторую мировую? Потому что мы питались правильно настоящей русской или советской пищей. По сути, едой богов. Учитывая наше население. Честно говоря, место немножко другое. Но качество тоже? Конечно, качество тоже. У нас, это вторая столовая открылась. Наша столовая на вокзальной 110. Кому удобно, пожалуйста, заезжайте. А повара те же готовят. То есть мы говорим о том, что, в принципе, ничего не изменилось? Ничего не поменялось. Здесь абсолютно вся полностью раскладка, полностью технология вся ТАШ. Ну и вопрос цены. Потому что у вас здесь жесткая конкуренция. Реально жесткая конкуренция. Здесь рядышком континент, центральная городская ярмака с ИЖИ, всеми делами. Еще и две столовые. В смысле, в городской администрации рядышком. То есть у вас тут жесткая конкуренция. Чем вы привлекаете людей? Ну, у нас, смотрите, есть всегда супчик дня. То есть суп дня стоит 20 рублей. То есть это может быть рассольник, это может быть уха, это может быть борщ. Обязательно есть котлетки. Это тоже так же дня. Есть и в тельке. Допустим, есть блюдо дня. Стоит 25 рублей. 20 рублей. Это удобно. Допустим, у нас вот здесь колледж рядышком. Ребята приходят, кушают. И опять же, я с внуками хожу в континент. Там очень дорого. Чтобы с внуками сходить в игровую комнату и накормить их, мне тысяча-полторы обходится. Это всякие там вкусняшки, картошечки, выпечка. Выпечка у нас вся своя. То есть каждое утро девочки выпекают все сами. Тесто слоеное, тесто молочное. Все на сливочном масле. У нас нету никаких маргаринов, то есть там каких-то добавочек. Все чистое. Поэтому и цены. Посмотрели, какие приемлемые? Слойка 15 рублей. Я считаю, что булочка с черемухой 10 рублей. Это халява. Это халява. Тем более, будем говорить по центральной городской. Там хорошая цена, но там в основном только шашлык, как правило. Ну, шашлык. Ну, я считаю, что человек, если правильно должен покушать, он должен покушать первое, второе и третье, да? Так и должно. Да, это он должен покушать пусть супчик, пусть он будет, допустим, рассольник. Пусть он покушает пюрышечку с котлеткой, но это правильная еда будет. Шашлык это, ну... Чуть-чуть сложновато для нас. Конечно, конечно. Да, еще все знаете, что у нас есть столовая на вокзальной 110. Кому удобно, пожалуйста, туда. Мы проводим банкеты. То есть, все, что вы желаете. По приемлемым ценам. Это хорошо, это хорошо. То есть, обратите внимание на еду оную. Здесь, как и в столовой по-домашнему на вокзальной, нет постоянных блюд. Поверьте, хоть каждый день сюда заходите и на проспект Ленина 90, и вы поймете здешние правила. Вкусно, обалденно. К слову о тех, кто молится. Я верю-то в Господа, но пока не могу переключиться на постноту. А сегодня мы пройдемся по постному. Все-таки у нас скоро пост. А в преддверии поста я тоже могу вам кое-что показать. То, что здесь готовят. То есть, есть пост, жесткий пост. Вот. А есть пост с рыбкой. Я и для жесткого поста взял, и для обыкновенного поста с рыбкой. То есть, ну, кто-то тоже не может в жесткий пост зайти. Ну, так вот. Что мы говорим конкретно о посте. Все это здесь есть на улице проспекта Ленина 90. То есть, пожалуйста, никаких проблем. Есть замечательный салат с капустой. Вы знаете? Почему-то такой пропуск у меня не получается. Не знаю почему. От винта, реально. Как вы прекрасно понимаете, что это бешеный денег не стоит. Хорошая и весьма очень вкусная тема. В чем тогда еще добавляют кукурузу. Реально замечательно. К этому же сверх посту мы берем нормальную кукурузу и напираем. И так же его кушаем. Мне говорят, что если вы поститесь, вы не можете наесться. Нет, может наесться. Надо просто понять, сколько. Я так же дома кушаю. В данном случае дома практически не опустим. То есть, я им картошку. Я им все, что приготовлено дома тоже хорошо. Много съел, получил до удовольствия. Ну и в оконцовке закусим. Обалденно. 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 Обалденно просто. Теперь про другой пост. То есть, ослабленный пост. Слабленный, естественно. Ну, для ослабленного поста это было круто. То есть, я взял себе середочку. Слабленный, естественно. Люблю ее. Чисточком-то. Ммм, классно. Это чуть-чуть позже. И это чуть-чуть позже. И это чуть-чуть позже. Для такого же поста я себе заказал середку под шубой. Ну, есть, что выбрать, да? То есть, не будете же просто сидеть? Нет, вы можете выбрать. Вкусно? Кушно по-домашнему. Что-то приготовить дома. А ну ли получится? Не знаю. Для поста. Ну, естественно, надо что-то покушать. Для такого же не сильно крутого поста я взял себе уху. А вот, этого я здесь не пробовал. Это я где-то когда-то пробовал, это не пробовал. Вообще, ухой у меня занимается человек, который сидит сейчас с камерой. Он сейчас тоже перебачит. Ухи бывают разумные. Он сам дает. Вот это ухо. Я смотрю, что в ней. И чувствует красная рыба. Суперовская. Ммм. Попробуйте. Да, обалдеть просто. Теперь другое блюдо. Да, заходите, заходите. Ничего сложного нет. Кушайте. Да. Что-то я уже переел немножко. Но так ладно. Ммм. Обалденно. Оказывается, мы тоже умеем делать фасоль. Только если фасоль вместе... Картошечкой. Вместе. Ммм. Да просто... Что-то с чем-то. И одновременно с этим красная рыбка. Вот так, берем, бля. Берем, бля. Красная рыбка. А вот это очень вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. Поверьте мне. Добавок. Можно не просто рыбку сделать. А можно ее слегка припустить. Прожарить немножко. Минтай. Вы часто минтай кушаете? А мне раньше нравилось. В школе время такое было. Достаточно определенное. Потому что в школе нас кормили минтаем. Но минтай такого не было. Там был какой-то простой минтай. А это вкуснейший. В замешании делилось вот это. Для тех, кто себе позволяет такой... Ну, не самый крутой пост. Замечательный блинчик с красной рыбкой. Я не буду все это считать. Ну, поверьте мне. Если бы я даже вам все это дело пересчитал, я бы объяснил, насколько это вкусно. Когда вы кушаете все это с того, по-домашнему. Потому что это изумнительно. А где вместо-то располагается? Проспект Минтай 90. Ну, еще есть вокзальная 110. Да лепота. Дело-то другое. Дело времени. Мы можем и постными блюдами реально накушаться. Жалко, что времени у нас нет. Но теперь-то есть. Потому что столовая по-домашнему на Рене на 90 и на вокзальной 110 дает нам возможность впитать чудеса, которые не каждый может сделать, при этом не переплачивая. А теперь вопрос и для всех. Умеете ли вы так готовить? И вот о чем мы говорим. Давайте переговорим о смысле бытия. Да я везде и всюду езжу. Я везде и всюду смотрю. Я проехал по многим странам мира в действительности. Я был практически во всем мире. Я был в Центральной Америке, Северной Америке. Я был в Европе, естественно. Я кушал турецкое блюдо. В Грузии я тоже побывал. В Якутии был, в Китае был, в Таиланде был, в Индии был. Ну так, нормально, практически он прокатился так, не помню. Что мне в действительности нравится? Не так уж и много. В Индии мне нравится Орг Виндала. Очень такая, очень ядреная и обалденная свининка. Ух, ах, вы ее съесть не сможете. Там аж к глазам вылазит. Офигеть. Вот. В Китае мне понравилась пекинская утка. Был я на Кубе. Ну, неплохо, 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 неплохо. С Грузии я привез. Мне там понравилась лобби. И еще одна штука с чесноком. Обалденно. Теперь вопрос другой. Что бы, если бы я захотел приготовить? То есть, давайте поделимся, что отличная кухня, это в принципе российская кухня. Потому что у нас большое количество супов разных. Все остальное тоже красиво. То есть, мы говорим о той части жизни, где у нас много-много населения. То есть, мы говорим про Российскую Федерацию. Понятно, да сколько. Практически все население северного полу-порушария находится в России. Все. И финны здесь все. Поверьте мне. То есть, мы собираем все это дело. И поэтому наша еда очень и реально вкусная. Теперь вопрос. Насколько она вкусная? То есть, я решил попробовать приготовить. Обыкновенный, я тоже умею готовить в действительности, да. И дома я решил приготовить винегрет. Сколько времени я на это дело потратил? То есть, два часа я варил свеклу. Два часа картошку. Два часа морковку. Вот. По 40 минут. Простите. Но и того. Вместе получается, пока все это дело сварится, три часа. Потом. Крошивая все это дело. Час. То есть, нормально так. Винегрет такой. Простенький, да. Клево, да. Практически четыре часа. По-моему, проще прийти сюда. Съесть то же самое. Причем по цене дешевле, чем я это сделал. Где я все это делаю? Я это делаю в столовой по-домашнему. Которая располагается на проспекте Ленина.